Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Павел зовут меня, Диана, Игорь, мои соведущие, «Конечива». Да, Игорь, только что из каких-то азиатских турне или что-то. С чем связано это? Привет. А мы умеем запикивать? Да, мы умеем, но в других подкастах запикивают, да. О, мой, он очень друг. Запикаете, пожалуйста, сегодня все, что будет говорить Паша. Просто по приколу. Игорь начальник, так что, видимо, сейчас вы не слышите ничего, кроме какого-то стороннего звука. Штука такая, что этот выпуск мы пишем две недели назад, и нужно понять, что если произошли какие-то инфоповоды, о которых мы не знали, которых мы не учли, мы заранее просим прощения. Если ничего не произошло, то это, наверное, в данное время вообще отлично. Да. Да. Поэтому выпуск пишется 10 числа, если вдруг что-то новое произошло, извините, новости будут за 10 число. Ну что, сразу не будем откладывать в долгий ящик. Первую новость сразу вам озвучу. Разве это не называется «Вала»? Возможно, возможно. Но сейчас, наверное, тоже пикнули, и вам кажется, что да. Но «Вала»-то не пикнули, поэтому все в целом поняли, о чем речь. Так вот, наконец-то, лично для меня вообще радостная новость, Госдума установит штрафы за нарушение правил вождения электросамокатов. Ну, как будто вот мёд полился просто. Чтобы вы понимали, вот для вас уже прошла неделя, но в предыдущие полчаса мы с Пашей подрались из-за этой новости. Ни один самокат не пострадал. Да. Хотя, ну, неплохо было бы. Так вот, 10 июля депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение ПДД при поездках на электросамокатах, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Правила движения для данного вида транспорта действуют еще с 1 марта 2023 года, но пока закон не предусматривает никакого наказания за их нарушение. То есть, я понимаю, они лихачили. Да. И лихачили безнаказанных. В целом, да. Нельзя. Ай-яй-яй. Ну, даже ай-яй-яй нельзя. Не предусмотрено законодательство. Это помнишь, как было, что ты учишь правила при сдаче на права, а там штрафа нет, есть предупреждение. Предупреждение о чем? Да. Ну, о недопустимости дальнейшего нарушения. Это, кстати, между прочим, такое... Мы в России. То есть, если бы даже палками били, я бы такой, ну... Предупреждение, такая же мера административной ответственности в целом. Мануальная терапия в целом. Нет. Вот понимаете, я недавно разговаривал со своим товарищем, мы обсуждали как раз эту штуку, что в целом у нас это как-то так принято, что очень многие воспринимают штрафы как, ну, типа, сколько можно ездить в городе, к примеру, да? И ты сам для себя понимаешь, что, ну, в теории там можно 100 ехать, и ты заплатишь за это 250 рублей. Ну, типа, ты не понимаешь, что этого вообще не должно быть. То есть, не в 250 рублей дело в том, что нельзя. Никак нельзя. За 250, за 500 вообще нельзя. Ну, знаешь, Сергей Лукьяненко в одном из своих произведений написал мысль такую, что, в принципе, наличие любого закона означает, что люди априори по этим правилам жить не хотят. Поэтому это и отличается в форму законодательства. А я что-то сразу вспомнила законопроект в штате Аризона, что нельзя ездить с сосульками на автомобильных дисках. А ты думаешь, в Аризоне у вас там плюс 50, какие сосульки на автомобильных дисках? Ну, там же целые альмонахи есть таких вот местечковых законов. Прецедентное право. Прецедентное право. Абсолютно вредно. Абсолютно вредно, хотел сказать я. А скажи, пожалуйста, вот как юрист, это вообще как работает? Любое такое происшествие, оно прям записывается, как в некий закон, что ли? Ну, я тебе больше скажу. Типа судья рассмотрел. Ну, вот у нас это все было на заре какой-то нормотворческой деятельности. То есть у нас есть там, ну, так скажем, исторические документы юридические. Там Псковская судная грамота, Новгородская судная грамота. Ну, это еще ряд письменных источников до нас дошедших, где прям вот Коля Прошка там свинью пнул на скотном дворе, то есть бить паразита батагами. То есть, ну, вот с этого всего начинается. То есть люди, ну, как бы не настолько еще привыкли к абстрактному мышлению, да? То есть они понимают, что вот случилось что-то, было как-то не очень. Поэтому мы запишем, что вот именно вот это карается, а уже потом... Пинать порося нельзя. Да, условно говоря. Поэтому, ну, прецедентное право, оно как будто бы, ну, предтеча вот права в классическом, ну, как в классическом, как мы его привыкли видеть здесь. Вот, но тем не менее... Так, а у них одна система в США или все-таки две? То есть если ты не доплатил какой-то налог? Ну, смотри, у них, если я не ошибаюсь, у них есть законодательство... У них разная история, федеральное, да. Федеральное, да, общее, а есть законы штатов местные. И вот там уже начинает работать прецедентное право, вот из серии, что там, не знаю, кто-то въехал в городе на верблюде, его оштрафовали и на всякий случай записали. Не надо ездить в городе на верблюдах, мало ли еще кому. Да. И там всякая такая, нельзя спасать из пожара неодетую женщину в каком-то штате. Вы представляете, насколько это тяжело, что нужно все это знать, а потом, ну, засуха, великая там жара, и ты вынужден передвигаться на верблюдах, и нужна какая-то судейская комиссия, которая отменит постановление того судей. Ну, не судейская, это законодательный орган должен принимать решение. Об исключении каких-то. О прекращении действия, да, там, о том, что данный закон... Прецедента. Ну, в том числе. Ну, был и был, забыли, все, перелеснули эту страницу. Вот, но, тем не менее, про законопроект, про самокаты вернемся. Значит, что предлагается? Штрафовать водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Богопротивное вашему на колесо тоже сюда попадает. Значит, за следующее нарушение. Превышение скорости, соответственно. Неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам. Был в Санкт-Петербурге, это вообще жесть. Я думал, у нас плохо, у них вообще там просто люди могут, ну, перпендикулярно пересекать какую-то дорогу, при этом, по которой очень живое движение происходит. Вообще абсолютно, ну, как будто у них жизни, как у кошек на двоих. Также штрафовать за оставление места ДТП, что тоже как бы сейчас целиком и полностью куча этих видео, где человек ехал, упал, зацепил, что-то посмотрел. Ну, что ж, не повезло вам, автомобилист, я поехал. Мне кажется, тут еще проблема, извини, перебью тебя, что может быть в том, что, знаешь, это отсутствует культура сигнализировать, куда ты едешь, что ты будешь делать. Просто, ну, если я не ошибаюсь, я, по крайней мере, знаю, меня дед учил, что вот, ну, если фары не работают, да, ты можешь показать, куда ты едешь. Абсолютно верно, да. То же самое же можно сделать на велосипеде. Ну, то же самое можно делать и на BMW, ну, знаешь ли, не делают водители. На велосипеде ты, более того, обязан это делать просто, потому что велосипед... И на самокате бы желательно тоже, по крайней мере, там же нет ни моргалок, ничего. Ну, на некоторых, наверное, есть. Не знаю, ну, или хотя бы крикнуть, я буду поворачивать направо. Повторюсь, у некоторых в их салоне есть даже переключалка. Но я ни разу не видел, чтобы она, ну, на аварийке видел, стояла несколько. Но вот так, чтобы BMW-шник использовал поворотник, ну, это же нонсенс какой-то. Ох, Игорь, его любимая тема. И также будут штрафовать за управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования. То есть, господа, хотите кататься на самокате, будьте добры, следуйте тем же самым правилам, что и остальные участники дорожного движения. И вот эта вот вся история, что типа, ой, что-то я выпил пивка, поеду не на машине, а на самокате, всё больше не прокатит. Это же безопасней, конечно. Да, надо как бы ещё отметить, что в мае комитет Государственной Думы рекомендовал принять законопроект, предусматривающий штрафы до трёх тысяч рублей за пользование устройством вдвоём. Ну, я бы добавил, вдвоём и более, чем вдвоём. Это же то, что я хотел сказать. Представляешь, ты можешь себе вызвать трезвого водителя самоката, и зимой ты чуть поднятый, обнял и стоишь. Включился линдион, и вы мчите, да. Так вот, три тысячи рублей за пользование устройством вдвоём, до двух с половиной тысяч за создание помех пешеходам, и до тридцати тысяч за пьяное вождение. То есть, как только ты встал на самокат... Полностью поддерживаю, принимайте. Встал на самокат, сразу два косаря отдай, вот взял, положи. Уже, ты уже этим создал. Создал помеху, да. Я не могу понять, почему этот транспорт... Вы понимаете, что есть такие вещи, которые люди сначала начинают делать, потому что это классно, а потом их начинают порицать, и они такие, ну ладно, это не классно. Мне кажется, здесь проблема же не в самокатах. Я не сказал про курение кальянов. Мы просто... Сейчас просто, Диана, если кто не понимает, что происходит, чудеса, склейки. Мы просто, они опять мне начали говорить. Я просто инфо-цыганка, я вижу. Да, просто у нас уже сейчас был один неудачный дубль, и вот, к сожалению, я надеюсь, что этот кусок оставят. Давай третий раз. Да, почему третий раз? Это будет второй для наших зрителей. В общем, что происходит? Да, что есть ситуации, в которых люди жалеют о том, что они участвовали в этом, им потом становится стыдно и неудобно. Одна из них – это вот курение кальянов, что изначально это было модно для всех. Сейчас, если ты ходишь какие-то кальяны и покуриваешь, то что-то не то с тобой. Ну, я думаю, с тобой много кто не согласится, конечно. Конечно, как и с самокатчиками. Потому что, да, куча... Ну да, кстати, классный пример. Куча лаунжей, которые по всему городу... А я не соглашусь как человек с двумя самокатчиками. Я не соглашусь. О-о-о! Затесалась среди нас. Это именно вот она ездит, когда, знаешь, один самокат ставишь на другой, вот так вот его везешь. Понимаешь? Понимаешь, что происходит? Носила сладости всякие сначала. Я вас сейчас утешу. Я нескольких самокатчиков сбила, потому что пошла пешком. Потому что нечего стоять на пути у женщины, которая представляет себя в клипе «Бритни Спирс». Я тебе прошу прощения, не надо. Проблема не в самокатах. Говорю как человек, который... А в водителях самокатов. Да, который покарал своей ногой нескольких самокатчиков случайно. Не то, чтобы я их сознательно пинала. Просто у меня такой вопрос всегда внутренний. Вот скорее вот ситуация с самокатами, это почему-то иллюстрация к какому-то тотальному равнодушию, к комфорту людей, которые вас окружают. Ну, не знаю, я, например, катаюсь на самокате, я там лишний раз боюсь там побыстрее дёрнуться ногой, потому что, а вдруг я не справлюсь с управлением. Надо сказать, а вдруг я ещё сбью одного человека. Ну, слушай, я, например, по этим же причинам не сажусь за руль, потому что, ну, по медицинским соображениям не очень можно водить машину. И я понимаю, что я могу... Чтобы вы поняли, она намекает на то, что она женщина. Нет, она намекает не на это, ей горит. Да, понимаешь, вот нельзя мне водить машину. Закидают, интересно, в комментариях или нет? Так вот, мне, например, нельзя водить машину. Я понимаю, что я, например, могу наболтать медкомиссии и получить эти великие права, но зачем, если я буду представлять... Да, я чешу свои яйца по утрам, конечно, и бреюсь. Нет, не про это? Да, открывай холодильник, чешу там бакуриные яйца. Где ты получил права? Что там, что это было? Алгоритм другой. Если тебе кто-то сказал, что так сдают, не так. Покажи, где тебе дядя из медкомиссии трогал на получение права. Короче, для меня почему-то очень странно, что для того, чтобы люди вежливо вели себя на дороге, их нужно жёстко штрафовать. У меня это вопрос и к предыдущему нашему выпуску, где мы обсуждали ситуацию с ОСАГО. ОСАГО, да. Для того, чтобы вы как-то обратили внимание на людей вокруг вас. Знаете, мне вспомнил... Я послушал Диану, и мне вспомнился... Помните вот этот мем из интернета, где предвыборная афиша, и там был какой-то дед с надписью, ну, типа местный депутат, я напомню вам значение слова «карать». Я обожаю это. Я обожаю этот плакат. Да. Просто класс. Второй по любимости, это где человек «не будем сидеть сложа руки», и он сидит сложа руки на этот день. «Не будем сидеть сложа руки». Шикарно, да. Ой, классно. Короче, помните, любое средство, которое перемещает вас в общем потоке, предусматривает ответственность. И так или иначе, она наступит. А напомню то, что вы находитесь на земном шаре, который в этот момент перемещается. Я бы хотел намекнуть, что нужно быть ответственным всегда. Классно. А если на горизонте женщина в наушниках, может быть, в них играет Бритни Спирс? Слушайте, ну, без шуток, как мне кажется, дать самокаты только тем, у кого есть права, ну, скорее, да как-то неразумно. Почему? В советское время, если я не ошибаюсь, нужно было сдавать экзамены в ГАИ для того, чтобы на дороге перемещаться на велосипеде. Может быть. Давайте сейчас сделаем так, что самокаты очень часто используют подростки. Я всегда привожу в пример один единственный случай, который вот, давайте так, очень много я видел роликов в интернете, но на моих глазах произошел всего один случай, я, по-моему, рассказывал вам о нем, когда парень ехал с девушкой, был бордюр, он на него никак не среагировал, они перелетели, пропахали, девушка там, ну, в чуть худшем состоянии, потому что он как бы ввез ее впереди. И вот, знаете, когда я как бы, ну, притормозил, посмотрел, что с ними происходит, им лет по 16-17. Здесь нет таких моментов, что я не могу их назвать людьми там безответственными. Ну, то есть это просто некое отсутствие опыта и ребячества. Может быть, может быть, парень даже умел запрыгивать на этом самокате, не знаю, правда, как на бордюр. В одиночестве. В одиночестве. И он мог упустить, что перед ним еще вот на этом же самокате другой человек, и что прыгнув уже не произойдет прыжка. Вот здесь есть такой момент, что может быть права, но тогда мы отсеем просто очень многих, кто не пойдет там в 13, 14, 10 лет сдавать на права. Но должно быть какое-то возрастное ограничение, однозначно пьянство. Но как мы будем бороться с тем моментом, что им не обязательно носить с собой паспорт? Слушай, так возрастное ограничение есть, его же игнорируют. Это, знаешь, из серии там «Не катайтесь на самокате вдвоем вместе с детьми», и едет какой-то родитель, перед ним там ребенок, ну, явно меньше 10 лет, и они вдвоем катятся на этом самокате. То есть это же история про сознательное игнорирование правил безопасности. А некоторые агрегаторы даже делают маленькие ручки, чтобы держаться ребенку, вот когда он едет. Ну, то есть есть основной руль самоката, и снизу я, ну, вот видел, они по городу стоят. То есть они такие... Я видел картинку, которую я не смогу описать. Она какая-то лавкрафтянская. Вообще нифига. Неописуемый ужас. Нет, 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 ладно. Давайте просто перелеснем. Поэтому, да, будьте аккуратны в любом случае, и даже если вы сами не едете за рулем, будьте внимательны, потому что сзади по тротуару может ехать какой-нибудь лихой призрачный гонщик на самокате вдвоем и под хмелем. Поэтому... Сейчас я так прямо и вижу, что я сейчас скажу. Эта новость коснется каждого. И какой-нибудь, там, Вадим из Якутска, который никогда не видел асфальтового... Привет, Вадим. Который никогда не видел асфальтового покрытия, просто потому, что у них там вечная мерзлота, и не бывает теплее, чем минус 10. Скорее за это тебе накидают сейчас жители Якутска. Но давайте так. Когда я говорил про жителей Якутска, я имел в виду... Вот сейчас я как бы действительно пошутил, но если мы возьмем города, в которых живет, ну, там, 50 тысяч человек, 70, и у них нет прокатных самокатов, то для них это, наверное, проблема неактуальна. И они скажут, да что в этом такого? Вот вопрос-то в том, что это только города-миллионники, и жители, ну, или меньше... Ну, да, не миллионники, но давайте так, это в крупных городах. Проблема есть в том, что сотни самокатов и люди делят проезжую часть с пешеходами. Но проблема вот в чем, что если вот вам покажется, что все проблемы решатся, если мы их выпустим на проезжую часть, то я уверяю, что проблемы решатся за неделю, но путем ликвидации этих самокатчиков. Потому что люди, они очень странно себя ведут в большинстве своем. То есть они ездят быстро, ездят, как это правильно сказать, спонтанно. То есть вот он может повернуть, может вдруг начать там круголя наворачивать, увидит знакомого, там, решит резко затормозить, и в него врежется другой самокатчик. То есть самокаты ездят с хорошей скоростью, по-моему, в районе 25. Холистический прокат самокатов Диркадженши какой-то получается. Да, знаете, это действительно напрягающая ситуация. Поэтому рано или поздно все вот эти вот прокаты самокатов придут и к вам. И это коснется каждого. А уже будут законы. Вам повезло. Ну и пока я не передал слово Диане, у нас есть еще одна важная новость, которой мы хотим с вами поделиться. У нашей студии Red Barn вышел новый научно-популярный подкаст «После нас». Это проект о том, как менялась жизнь людей и какой след она оставила и еще оставит за собой. Ведет его, кстати, наш редактор Алина Исаева, которую вы могли видеть и слышать в этой студии в нескольких выпусках нашего подкаста. В каждом эпизоде Алина разбирает важные изобретения от колеса и пластика до интернета и рассуждает о том, как они влияют на планету, цивилизацию и культуру. Ну и о том, какое наследие мы оставим после себя Земле и нашим потомкам. Очень интересный и увлекательный проект. Искренне советуем послушать и подписаться на любой удобной платформе, чтобы не пропустить новые выпуски. Вот. Ну а теперь, Диана, слушаем новость, которую ты нам сегодня приготовила. Да, я сегодня решила принести в нашу студию немножечко модного приговора. Так сказать, будет новость. Так. В Италии полицейские рейды выявили, что роскошные сумки известных брендов изготавливаются эксплуатируемыми рабочими. Ужас какой. Это как будто бы и не новость. Это как будто по Поли Шанеле секрет некий, да, сейчас раскрыт. Да, это как будто бы не новость, но тем не менее оно все-таки подсвечивает, что крупные бренды, как бы они не обелялись и как бы они никого не поддерживали, они тем не менее с ними все хорошо. То есть речь сейчас идет не о подпольных каких-то там историях. Речь идет об официальных производствах. Официальное производство. Но они такие, мы тут, наши лучшие мастера, которые там сами обрабатывают вручную кожу, на самом деле не... Луции, луции мастера, да. О боже мой. Ну, что ж поделать. Как будто бы удешевление рабочей силы всегда было на первом месте у любого производителя, нет? Логично, что и здесь так. В данном конкретном случае у нас Армани и Диор. Власти совершили рейды на их фабрике и обнаружили, что их сумки производятся нелегальными китайскими рабочими, которые и живут в этой же мастерской, там спят, и зарабатывают примерно ну 2-3 евро в час, как они пишут. То есть без учета затрат на сырье Диор, получается, платил поставщику 57 долларов за изготовление одной сумки, которая продается более чем 2,5 и еще и еще там с каким-то мелочью тысяч долларов. И получается, что сумки, которые в себестоимости стоят 93 евро, потребитель обходится почти в 2000 евро. Вот, очень здорово. Очень, да. И где вот это? Я просто очень много смотрел материалов. Еще что против обеих компаний уже приняли меры, но, к сожалению, подробности мы не знаем. Ну да, и как быстро они приведут, смотрите, мы наняли всех, вот, Луиджи, Перуджа, что там, все они теперь работают, и как только дверь закрывается. Слушайте его. Спасибо, господа, можете идти дальше на Сиесту, заходите заново, все, кто у нас до этого тут работал. Как будто так происходит. А это кто? Это китайская экскурсия, да? Просто я столько слышал, ну, у меня есть супруга, которая, естественно, интересуется всей вот этой вот фэшн-индустрией. Типа нелегальными китайцами? Нет, нет, нет. Ну, вот в какой-то мере там часто смотрят вот эти вот видео из разряда, какой-нибудь модный чувак угадывает, где паль, а где не паль, с каким-нибудь таким же модным гостем. И, ну, стоит сказать, что некоторые, конечно, угадывают, ну, или как бы специально... Но она не всегда работает, потому что, во-первых, периодически палец сшивается на абсолютно том же самом заводе, будто иногда она даже качественнее и лучше, чем якобы. Блин, мне кажется, это такой миф, когда особенно это не фуя... Это ни хрена... Это ни хрена не лянча какая-нибудь или не... Это Мазда. Они двигатели просто выпускают в третью смену. А корпус вообще делают на том же заводе, на котором собирают Тойоты. И не нужно смотреть, что тут... Как это? Дача? Дача. Вот. Это не она. Это Мазда в корпусе Тойоты. Третьей сменой выпускается. Покупайте. А знаете, что еще? Коробка здесь стоит от Роллс-Ройса, потому что тот же самый инженер перешел к ним на работу. Но это все-таки чуть-чуть другая история. И вот это та же самая история, мне кажется, что и здесь. Не знаю. Мне кажется, вот это... У меня так было, я покупала себе какие-то нижние юбки от бренда Зухра, которые использовали там тот же пошивочный шелк, что там... Можно... Стой, остановись. Нижняя юбка, это та, которая носится типа на колено или как что? Нет, ну нижняя юбка надевается для объема под основную юбку. И плюс зимой так теплее просто. Ага. Вот так вот. Я тут про то, что... Я думал, что бывает нижняя и верхняя, одна просто под другую. Про фэшн-индустрию, это очень много же разгонов, где люди там, вот кто с ней связаны, какие-то там стилисты, дизайнеры и так далее, очень долго и говорят, что почему нельзя покупать паль, это не то же самое, когда ты там покупаешь бренд, ты еще типа покупаешь историю там и все остальное. Ну и много вот этих доводов, начиная от того, что это якобы качественнее, что уже, ну, со скрипом признают даже люди из индустрии, что, ну, если это в целом качественная реплика, то ничем она не хуже, чем та же самая вещь, но вот брендированная-брендированная. А здесь получается и вот этот довод про то, что ты тут покупаешь многовековую историю и все остальное, он тоже как бы уходит. Что там в той истории-то? Хотя, с другой стороны, по Гуччи же это очень сильно било в свое время, когда они решили сделать линейку, так скажем, для челяди, да, и какие-то... А Гуччи же сейчас во многом и воспринимается, если не ошибаешь, там на фоне таких уже более, как это сказать, олд-мани, да, домов, они, Гуччи считается, немножечко для более... Ну, не то чтобы для людей попроще, да, Для более таких, типа... Для живчиков, назовем их вот так. Не, ну, я не про то. Там была история, что они начали там чуть ли там не какие-то ручки и все остальное делать, которые на заправках стали продаваться, и бренд просто, ну, стал... Ну, обваливаться, конечно. Обваливаться, потому что люди такие, а, так, то есть я сейчас, там, два года назад я купил ремень Гуччи за какие-то деньги, потому что хотел, ну, типа, быть причастен к тому, что я, ну, типа, повыше вас статусом, чем вы там. Я на гучах. Да, а тут, типа, выходит, что, типа, любой чувак может... Слушайте, но... В промеж того, как ему там в мопед заливают соляру, купить себе ручку, уходить кричать, я приверженец бренда. Есть такой момент, я вот как-то сравнивал сумку, вот как раз от Гуччи и от Прада. И был такой очень интересный момент, что, естественно, я эти сумки не покупал и не планировал покупать. Ты просто пришел мозги поделать. Нет, 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 нет. А вот чем они? Я просто забирал другое, и они мне говорят, ну вот смотрите, у нас есть вот такая вот сумка, и вот такая сумка, и вы смотрите. Сумка Прада красненькая, красивенькая, отдавалась за 400 тысяч. Сумка Гуччи тоже вот нормальная, там с такими плотненькими ручками и прочее, прочее. Я возьму, да, чтобы она за такие деньги была. Отдавалась за 200 тысяч. А поизучав, я вот субъективно пришел к выводу, что Прада мне не нравится по сравнению с тем, что было у Гуччи. То есть там, знаете, такие плотненькие ручки, все вот-вот-вот прям вот так, но 200 тысяч. И я все равно, ну вот человеку, который работал в этом заведении, говорю, ну... Извините, а? Ну субъективно вот это. Она такая, ну это же Прада. Ну, знаете, у меня обычно в сумке много всего лежит. И я говорю, вот с этой точки зрения, там мой ноутбук, там планшет, какие-то бумажники, ключи, тонометр, потому что я гипертоник. И вся вот эта фигня. Есть у вас от Прада под тонометром чехол? Вот нет. Сомневаюсь. Я как раз к тому, что я говорю, у меня ручки не выдержат этой прошивки. Ага. Нет, ну если, вот, ну если много объема носить, то, конечно, да, эта сумка... Ну то есть она же сама признает, что нет никакой вот... Знаете, так, что я переплачиваю в два раза, значит, эта сумка либо в два раза стильней, либо в два раза крепче, либо в два раза более историчней, либо в два раза более редкая. То есть ни по одному из этих параметров оно не побеждает, потому что та сумка больше симпатичней, прочнее, а эта сумка меньше. Ну видно, что она как бы там, если это, ну я не знаю, кожа ж скорее всего и в одном и в другом случае, но если мы говорим про там Гуччи, то там с элементами ткани, сделано как-то посимпатичнее, чем просто красная залитая сумочка. И вот субъективно нет никакой разницы, вернее так, нет никакого объяснения, почему это стоит не просто в два раза дороже, а дороже на две тысячи долларов или на двести тысяч рублей. То есть эта сумма немаленькая в любой части света. И ты ожидаешь, что тебе станет лучше с ними. Это примерно та же самая история, как ну вот условный Rolex, когда говорят, что вот они там точно идут. Но вы знаете, вы можете найти много механики, то есть ладно, окей, мы не берем кварцевые часы, которые точно будут идти более надежно и правильно, мы не берем там вот пресловутый Apple Watch, которые будут, по ним можно спутники сверять, или там ну тот же самый там часы, которые на Android, они точно будут синхронизацией через там GPS или скорее всего через мобильную сеть синхронизироваться, и они будут точнее в любом случае. Мы говорим про механику. Вот большинство механизмов, по-моему, от компании ETA или ETA, я не знаю, как ее правильно читать, с ценой там от 300-500 долларов будут уже очень приемлемой точности. То есть это, ну знаете, там условно 5-10 секунд в сутки максимум. То есть за неделю они там отобьются на неделю, ой, на неделю, на минуту, за неделю, на неделю, просто встали, встали и все, да. И вот здесь вопрос в чем, что одни часы ты можешь купить там условно за 100-150 тысяч рублей, и они не сильно будут проигрывать в точности Rolex. Но Rolex это самое, как бы есть такое понимание, что это самый знаменитый премиум бренд и история в том, что как они рассказывают, что мы очень много времени тратим на разработки. Не знаю, насколько много времени они тратят на разработки. Недавно узнал, что они выпускают, по-моему, около 50 миллионов часов в год. Что-то такое, ну какая-то цифра была там, ну очень ужасающая. Я примерно прикинул, сколько существует марка, нашел данные, как быстро эти часы теряются, и понял, что они должны быть примерно у каждого двухсотого на этой планете. Конечно, это не так, что у некоторых наверное их есть 10, а у других двухтысячах нет, но меж тем получается, что этот супердорогой премиум бренд все-таки больше про маркетинг или маркетинг, что вполне логично, нежели про какое-то вопиющее качество. То есть умение продать часы там за, ну я не знаю, старт, наверное, в официальных магазинах будет от миллиона рублей, и вот умение продать часы там от миллиона и выше, это как бы многого стоит. Я не спорю, что есть механические часы, которые считаются произведением искусства, и они прям действительно сложны, и они продаются там за десятки миллионов долларов, но это действительно такие штучные экземпляры. Вот когда мы говорим про Гуччи, Прада, Ролекс и прочее, прочее, это скорее ну... Я... У меня есть знакомая одна очень хорошая, мы давно общаемся, я как-то под началом ее работал в одной организации, она юрист, очень красивая, эффектная женщина, которая, ну вот, любит дорогие вещи, может себе их позволить, и вот как-то мы сидели на корпоративе, что-то вот тоже какая-то тема была за брендовые подкасты, и тогда... За брендовые подкасты, Да, да, да. А? По Фрейду. За брендовую одежду, да, за элитные марки, она сидела, и тогда гремела повсюду песня группы Ленинград про лабутены, и она такая, ну вот лабутены, не, ну лабутены, лабутены, это, конечно, ну они очень неудобные, они очень неудобные, очень некомфортная обувь, в них прям вот, ну ты выдерживаешь все это, но зато они очень дорогие, то есть, понимаешь, человек подал как плюс то, что, но зато они очень дорогие, ну слушай, это так и работает, например, как в свое время стали популярны обувь от Манола Бланник, да, они же стали популярны исключительно после фурора секса в большом городе, то есть, исключительно благодаря образу Кэри Брэдшоу Манола Бланник стрельнули, потому что, ну до этого не то, чтобы много кто знал про эти туфли, и немного не сильно никому были нужны, и они, ну не то чтобы устойчивые, страшненькие, действительно страшненькие, я была на их выставке в Санкт-Петербурге, в генштабе Эрмитажа, ну, слушайте, это же такие себе тапки. Диана подняла этот вопрос, потому что... Это же стандартно все так делается вот в мире в некой особой моде. Не всегда, потому что сейчас идет немножечко в другую сторону модная тенденция, сейчас разгоняют историю с так называемой тихой роскошью, то, что сейчас многие называют old money, но не совсем так. Эта идея в том, что люди, которые по-настоящему богатые, так сказать, да, и если мы берем old... именно вот old money в контексте того, что это богатство, которое досталось тебе по наследству, то есть у тебя родители богатые, там желательно девушки с бабушкой богатые, ты вот как наследник богатой семьи. Девушки с бабушками богатые. Спасибо, Игорь Юрьевич. Продолжайте. Диана так же сказала? Нет, она не так сказала. Я теперь... Блин, я так сказала или нет? В общем, история про то, что сейчас кичит с брендами, теми же гучами и прочим, считается якобы немножечко дурным тоном и показательством такого, типа, как это, плебсы дорвались, да, вот пытаются высказать, что они богатые, а типа по-настоящему богатые люди. Они, мол, носят практически всю ту же самую одежду, но как будто бы ноу-нимовую. Опять же, у меня есть очень дальний знакомый, который, ну, очень бедно жил в детстве и очень бедно жил в юношестве, а сейчас живет очень хорошо. Он там в плане работы просто, ну, классный тип, это не близкий мой знакомый, это друг моего друга, вот, и сейчас он может себе позволить все, но одевается он, вот, ну, надо бы взять, а он техни... ну, у него техническая специальность такая, и как-то мы там были на общем мероприятии, и он приехал в кепке, но она, ну, нелепо на нем смотрится, ну, вот просто нелепо на нем смотрится, а он при этом, видали кепку? Это Porsche Design, типа, она там 14 тысяч стоит, и я такой, родной, может, она и стоит 14 тысяч, ну, блин, ты в ней прям вообще вот это не твое абсолютно, зачем ты так? Ну, а ему вот прям кайф, что он носит вот такую вещь и может себе ее позволить, поэтому, в общем, помните, насколько бы вещь была замечательная, классная, всегда есть вариант, что ее все равно отшили китайцы, под вьетнамскую музыку где-нибудь в подвалах из интересных решений, за которые можно переплачивать, у меня есть штанишки, я не помню, штанишки, как называется, как называется эта штука, они, в общем, похожи очень на юбку или часть кимоно, килт, ну, нет, это не килт, это, знаешь, такие очень широкие штанины, вот такая, каждая, я поняла, и еще на них сверху как бы такой, как запах, ну, я не знаю, я не смогу в них, наверное, прийти в рабочий день на работу так, но эта штука, которую я когда-то по акции купил в одном из, по скидке, в одном из магазинов, потому что я как бы большой, а эта штука еще оверсайзная, и она продавалась с хорошей, с хорошей скидкой, и там было написано, что вот эта ткань какая-то, я читаю отзывы, и все такие, о боже, это идеально, это классно, и это не пропитка, я такой, ну ладно, окей, все знают же вот этот бренд, я не знаю, как он даже читается, но Юджи Ямамото и его коллаборация с Adidas, вот эта U3, да, понятно, собственно, и штаны этой марки, у них вода отталкивается вместе с грязью, просто как с тефлона, я не могу понять, что это за чудо, ты их вот, они, наверное, уже, может быть, и воняют, хотя я нюхаю, что они не воняют, их не надо стирать вообще, то есть они в целом всегда идеально выглажены, и всегда вот, ты на них капаешь чем-нибудь, и такой, ну ладно, скинул это, и все, то есть на них не проникает ничего, и это не пропитка, это какая-то ткань, но фишка в том, что штаны так стоили там, ну ближе, наверное, к 80, и у них была сначала оценка 50%, потом, видимо, никто из больших людей такое не покупает, потому что это, ну больше, знаете, такое, но на подростков, как бы, но на небольшие габариты, и от нее скинули еще там чуть-чуть, и получается так, что у меня ценник, за который я взял, там были около 22, там 23, и такой, у меня, знаете как, у меня есть какой-то вот предел бюджета на одежду за год. Вот это был он. Это был примерно он, то есть, ну мне как бы жалко тратить на одежду, потому что, ну типа, я же себя вот так вот не разглядываю, мне там неудобно, а то, что вы видите, меня как бы там не особо-то и интересует. Ну я пытаюсь выглядеть, выглядеть опрятно, но если вот зрители нас смотрят, у меня одни и те же там периодически там, конечно, я меняю, но в футболке... Мы просто записываем второй выпуск подряд, Игорь. Так вот, нет, история-то в чем? Что вот за это переплата, вот знаешь, за такую нанотехнологию, это прикольно, особенно если бы я ходил там в них условно в дождь или еще где-то тусил, это бы было прям, ну вот удачно, что они не пачкаются. И переплачивать за такое, да, переплачивать за то, что есть шильдик Прада, ну скорее нет. То есть, если бы это была какая-то технологичность, как в обуви, к примеру, вот тот же самый New Balance, он делает, у них есть обувь, я не помню, какие там модели, я в них не разбираюсь, которые на очень такой мягкой ортопедической подошве. И эта штука прикладная, то есть, там, ну все равно, там, что на броню, они удобные. Или если мы берем там те же Adidas, Reebok, что у них есть обувь, которая там суперудобная. И если мы возьмем какую-нибудь там погарскую обувную фабрику, я не знаю, бывает такая или нет, у которых, знаете, просто там плоская подошва из дерева. Вот они в любом ценовом диапазоне такое не делают. И мне кажется, что я не говорю сейчас про обувь там от какого-нибудь Валентина, которая стоит там по 100-150 тысяч, вот мне кажется, что это нелогичный уже предел и нелогичная цена. То есть, везде где-то есть вот предельная цена, которую ты готов заплатить за технологии. Не за бренд. Да. Вот. Если мнение иное, всегда делитесь с ним в комментариях, например, под выпуском этим на YouTube. С удовольствием почитаем, а вдруг мы на эту проблему с какого-то другого ракурса посмотрим. Ну что, Игорь Юрьевич, финаль. Давай рассказывай, что у тебя за новость. Слушайте, а у меня новость, которая точно коснется каждого. Натыкался, ну вот вы знаете, инфоповоды последних двух недель. Я напомню, что этот выпуск мы писали уже две недели назад. В общем-то, новость, которая вот последние недели, последнее время, и натыкаюсь я на нее все чаще и чаще, она точно коснется каждого. В этот раз никаких шутеечек, а ипотека. Как вы знаете, что в целом эта история коснется, наверное, каждого, потому что так или иначе у кого-то есть близкие, родные, а то и они сами. Вот особенная аудитория, которая слушает подкасты, это люди до 35-40 лет, и скорее всего у них есть ипотека, либо они знают кого-то, у кого есть ипотека. В общем, что теперь происходит? Отменили льготную ипотеку вообще. Но прекратила действие программы господдержки, ты про это говоришь. Да, теперь если вы хотите, вы берете ипотеку на 20% годовых и все, становится дорого. Но, собственно, продлили действие семейной ипотеки, но смотрите, максимальный размер 30 миллионов рублей по семейной ипотеке в Москве, но для этого обязательно условие, что это должна быть рыночная ставка. В чем тогда эта программа льготная, непонятно. Первоначальный взнос при этом должен составить 20%. То есть я не понимаю, что это за такая госпрограмма, где, да, 30 миллионов, но у нас вот рыночные ставки тогда. Ну, то есть это, по-моему, не программа никакая, но вот это прям цитата. Максимальный размер ее, это в пресс-релизе официальном, ее максимальный размер составит 30 миллионов рублей, но только при рыночной ставке и первоначальном взносе в 20% для семей с ребенком до 6 лет в Москве. То есть если вы живете в Москве и снимаете квартиру, обеспечиваете ребенку до 6 лет, и при этом у вас еще накопилось на первоначальный взнос, тогда да. Да, пожалуйста. По рыночной ставке. Не знаю, в чем смысл этой программы. Значит, смотрите, в Москве, Подмосковье и Петербурге ставка в 6% будет действовать при кредите до 12 миллионов рублей. А на периферии 6 миллионов рублей. 6 миллионов рублей. 6 миллионов рублей. что теперь нужно делать. Значит, смотрите, максимальная сумма ипотеки 30 миллионов, при рыночной ставке первоначальном взносе 20%, распространяется только на семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет или двое несовершеннолетних детей. Если ребенок инвалид, то возраст не имеет значения. Семьи с двумя детьми, проживающие в малых городах или в регионах с низким объемом строительства смогут взять семейную ипотеку. Ставка 6% будет при кредите до 12 миллионов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге для остальных будет 6 миллионов. Значит, смотрите, все ждут официального постановления и расшифровки всех этих нюансов и всей этой штуки. Что значит вы сможете взять под 6%, но только в регионах с низким объемом строительства, но при этом до 12 миллионов в Москве. То есть, понимаете, Москва это не регион с низким строительством. Питер как бы тоже не отличается очень низкими темпами ввода жилья, но меж тем, там написано, что вот 12 миллионов, зачем-то они их сюда вставили. Семейная ипотека, насколько я знаю, раньше так предполагала, что для Москвы и Питера были повышены вот эти вот не ставки, а размер ипотечного кредита был увеличен по сравнению с остальными регионами. Но тут надо сказать, что еще вот ладно, окей, вы семья из трех человек в Краснодаре, и вам дают... В Краснодаре 6 миллионов это ничего. 6 миллионов, допустим, у тебя еще есть 20% на первоначальный взнос, но это все равно, это ну типа однушка, евро-двушка или что это должно быть? Значит, смотрите, вот я как раз об этом и хотел сказать. не в самом, может быть, даже лучшем районе. В очень отдаленном районе. Сейчас вот эта новость у меня, как всегда, с подковыркой. То есть здесь не в самой новости суть, а суть как бы в том, что получается, что нас практически не осталось, кроме вернувшись с СВО людей, которые могут претендовать. Ты еще не отметил, там остались все-таки программы IT-ипотеки и осталась программа сельской ипотеки. Но, соответственно, она ограничена субъектностью, потому что в одном случае ты должен работать в аккредитованной IT-организации, во втором случае ты берешь либо участок, либо дом не старше там трех лет, по-моему, соответственно, только в тех местах, которые подходят под сельскую ипотеку. То есть ты не сможешь взять в Краснодаре, ты не сможешь взять в станице Динской, допустим, участок, это все уже не попадает под сельскую ипотеку. Поэтому это все-таки профильные истории. А представляешь, как бы было обидно жителям Краснодара, если бы город попал под программу сельской ипотеки? Так было очень смешно, когда только вводили сельскую ипотеку, когда был бум покупков участков в Джубге. Джубга — это прибрежный населенный пункт, если кто не знает, и не был на побережье Черного моря, и люди там в спешности принимали постановление и исключали Джубгу из подходящих населенных пунктов под сельской. Реально. Люди гребли участки, там 3% было или даже меньше там что-то было при пристарте этого всего. Это для жителей Джубки, скорее всего, катастрофа, потому что они-то не могут на это заработать. Это очень резко. А я где был в этот момент? Вот вопрос, где вообще мы все были, потому что тогда надо было реально покупать землицу, понимаешь? Да. И вот это вот все. Значит, я вообще что хотел сказать, что я разговариваю с некоторыми своими друзьями, их всего там два, которые проживают в Европе, с европейскими друзьями. И один из них говорит, да зачем покупать жилье? Его же просто здесь не накопить. А аренда относительно дешевая. Ну, то есть, не сказать, что она не бьет по карману, но, допустим, это не половина дохода одного члена семьи. Ну, Европа в основном живет в съем, да. Да. И я говорю, а в чем проблема-то свое? Говорит, ну, проблема как бы в 400 тысячах евро. Угу. Говорит, ну, что? Ну, да, в столице никто не покупает. Я говорю, да вы шутите. Ну, типа, можно же уехать от центра? Он говорит, ну, конечно, будет дешевле, но смысл. И ты понимаешь, что как бы 400 тысяч евро при семейном доходе там в 5 тысяч евро, это тоже как бы там не супер быстро. вот, и я к тому, что сейчас эта штука коснется каждого, что нужно вот те, кто не успел обзавестись жильем. А раньше же, помните, это была парадигма, зачем мне сейчас платить там 20 тысяч за съем, я буду платить 20 тысяч за ипотеку. Так это было. Вот теперь нету 20 тысяч за ипотеку, ребята. Да, да. Это ушло в небытие. Да. Сейчас, если по рыночной ставке, это за сотку ты улетаешь, если ты хочешь что-то купить. Да. Ну, это при условии, что у тебя еще есть на первоначальный взнос, не забываем об этом. Слушайте. Ну, есть, конечно, вариант промутить там схему, если застройщик дает программу без первоначального взноса, но тоже вы разберитесь, что такое программа без первоначального взноса. Да, да, да. На самом деле это не то, чтобы без первоначального взноса, там определенная история. Слушайте, у меня есть пример, это в целом я сам, где я повелся вот на такой вот просто условно звонок менеджера, который говорит, что, слушайте, мы можем вам продать квартиру без первоначального взноса. На секундочку, Это действительно так. То есть я купил на окраине Краснодара двухкомнатную квартиру за 2 миллиона рублей, за 6,5% годовых, года, наверное, 2-3 назад. Но вот во время ковида, это 4 уже, как давно это было. Вот 20-й год, и, собственно, все так и прошло. И я плачу сейчас за ипотеку, там что-то 21-300, какую-то такую штуку. Был период, когда я там чуть побольше платил. Сейчас-то понятно, что если у тебя есть на руках деньги, то их как минимум невыгодно отдавать, потому что здесь... Когда у тебя под 6%. Под 6%, да-да-да. Тут их можно просто на вклад положить. Но был момент, когда я даже думал, слушай, можешь там сделать рефинансирование, потом примерно прикинул, там разница в 1%, да ну... И как бы вот если сейчас ее сдавать, я думаю, что она сдастся там... А она уже не на окраине, Игорь, за 4 года. Она уже не на окраине, да. Уже после твоей окраины еще окраин поноворостал в Краснодаре. Да, и вот это как раз тот момент, когда... И женщина, которая мне продавала, ну риэлтор, говорит... Ну не риэлтор, а вот от застройщика, которая проводила отделку, она говорит, а вы не хотите еще соседнюю купить? У нас там человек отказался, взял вместо двухкомнатной трехкомнатную. И там, знаете, как получается так, что конец коридора, я могу поставить дверь и сделать вот... Я такой... Нет. И вот, знаете, ты сейчас, когда оборачиваешься назад, такой вот... Да, да, скажи ей да! Да, да, да. Это как этот самый Макконахи, когда в Интерстеллере кричит дочке своей из этой... Ты понимаешь, Паша, что сейчас эту квартиру можно вот закрытыми глазами сдавать за 30. И 10 тысяч уже 25. Двухкомнатная, 50 с лишним квадратов, 25 я бы ее сдавал. Ну вполне... И 5 тысяч уже бы был навар. Да. И вот это как раз тот момент, когда ты такой тонулись, 6,5% годовых как-то много. Люди дешевле берут, а нет. Ну, в общем, да. Древние римляне когда-то придумали институт ипотеки, который продолжает быть актуальным и приносит нам новости, сведения. Тут, кстати, Эльвира Шапхизадовна, если я не ошибаюсь, в отчестве, недавно сказала, что еще ставочку поднимут, рефинансирование. Поэтому, ребят... Слушайте, да поднимут в любом случае, потому что я видел качели, и это тоже коснется каждого, как и проблемы с жильем. Просто вот, ребят, те, кто сейчас живет в аренде, это печально, но планируете на ближайшие годы свою жизнь так, что вам нужен доход, который сможет обеспечить съем жилья. Потому что Диана так грустит, у тебя свое жилье? У Дианы решен вопрос, да. А, вот. Невеста богатая. Тут вопрос как бы в том, что просто вот смиритесь на небольшое количество времени, может что-то разрешиться. Но сейчас, как мне кажется, один из самых неудачных периодов для... Ну, по крайней мере, самый дорогой, по крайней мере. Да, да. Два раза я сказал, по крайней мере, настолько. Да, то есть вы понимаете, что рынок был разогнан вот этой льготной ипотекой, плюс сейчас дорогие ставки, мне кажется, что рынок все-таки должен чуть подосесть, подостыть. Ну, вот много кто придерживается твоей позиции, а много кто в теме недвижки говорят, нет, ребята, все равно ничего не будет, ничего в цене не упадет. Да, понятно, потому что представьте, что будет потом, когда вернут эти 6%, все сметут. Ну, в общем, вот так вот. Что ж, берегите себя. Почему-то хочу сказать, я... Да, действительно, думайте, что... А, или подождите, перестаньте слушать Пашу. Родите троих детей, и вам дадут участок. Вот это, кстати, неплохо. Вариант, вариант. Ну, там, на этом участке надо что-то построить, а это уже другие траты и совершенно другие заморочки, про которые можно отдельно очень долго разговаривать. Ладно. Сколько шуток про строителей пропало, что троих уже родил, так у нас уже почти бригада. Например. Ой, шикарный выпуск. Спасибо большое, ребята, спасибо большое, зрители, слушатели. И до следующего выпуска. Всего доброго. Он будет в укороченном составе. Вот я прям вам прогнозирую. Пока. Игорь увидит. Субтитры сделал DimaTorzok